Уроки по изучению Библии Уроки по изучению Библии Уроки по изучению Библии Уроки по изучению Библии обрести спасение. Теперь вы Божий удел, и поэтому должны поддерживать благочестивое влияние. Это наша обязанность, говорит нам 5 глава, 8 стих. Вы, сказано здесь, были некогда тьма, а теперь свет в Господе, поступайте, как чадо света. Языческие религии учили, что человек не имеет разумения, пока оракул не откроет ему те или иные тайны жизни. Тех, кто утверждал, что получил откровение от оракула, называли просвещенными. Они верили, что их разум, некогда пребывавший во тьме, стал просвещен знанием. Другие, стремясь понять сложные стороны жизни, искали совета у этих просвещенных. Павел называет христиан истинно просвещенными. Члены Эфесской церкви некогда жили во тьме, но их состояние изменилось, когда от тьмы они обратились к свету. Это произошло, когда они услышали, поняли, уверовали и повиновались Евангелию. Деяние 25 глава с 14 по 19 стихи, а также Колоссинам 1.13. Когда человек избирает свет вместо тьмы, этот выбор обязывает его коренным образом изменить свою жизнь. Христианин уже не хочет жить по-старому и избегает общения с людьми определенного сорта. Как говорится в 7 стихе, здесь, в 5 главе послания к Ефесиным, теперь его образ жизни можно охарактеризовать таким словом, как свет. Выражание «дети света» заключает в себе обязанность оказывать доброе влияние. Исполнившие Божьи повеления не только оставили мир ради мира света, но фактически сами стали светом. В Евангелии от Иоанна 8.12 мы читаем. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Христианин становится подражателем Богу и поэтому должен избегать всякой тьмы. Первое послание Иоанна 1.5 содержит такие слова. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». Этот изумительный переход от тьмы к свету является свидетельством полного обращения. Рассказывают историю о путешественнике в Китае, который спросил сельского жителя, слышал ли он когда-нибудь проповедь Евангелия. Христианин ответил, «Нет, никогда не слышал, но я видел ее. В другой деревне жил человек, державший всех в страхе. Жутко вспыльчивый был. Он курил опиум, был преступником и очень опасным человеком, но Евангелие изменило его. Он стал мягким и добрым. Он больше не курит опиум. Нет, я никогда не слышал Евангелия, но я видел его. Оно очень хорошее». В каждом христианине должна быть видна удивительная перемена, которая происходит в результате обращения. Библия говорит прямо, «Поступайте, как дети света. Вы обязаны жить так, чтобы все видели, что вы воистину чадо Небесного Отца, в котором нет никакой тьмы», как сказано в 1 Иоанна 1,5. А как ваш пример свидетельствует о том, что сейчас вы среди детей света? Обратимся теперь к следующему, 9 стиху из 5 главы послания к Ефесиным. Здесь говорится о характерных особенностях жизни во свете. Сказано «потому, что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине». Никто не спорит, что христиане должны жить, как дети света. Но некоторым непонятно, что под этим подразумевается. Будучи вдохновленным свыше, Павел перечисляет пути взращивания и укрепления христианского влияния. Во-первых, живите в благости. Эта особенность точно характеризует то влияние, которое христиане должны постоянно оказывать на других. Благость — это добродетель, выражающийся в доброте и желании помогать. Человек, известный своей благостью, всегда позитивен в своих мыслях и отношении к людям и событиям. Ему свойственно совершать добрые дела. Доброе сердце побуждает его к доброму поведению. Как поведение христианина должно побуждать его исполняться благости? Он должен со всеми быть любезным и справедливым. Он никого не использует в своих интересах и защищает притесняемых другими. Практическая благость — это не только любовь, предупредительность и помощь, но также строгость, укор и наставление. Человек, руководствующийся благостью, не станет потворствовать злу и не оставит его без осуждения. Он сделает все возможное, чтобы остановить зло. Во-вторых, следуйте примеру праведности. Праведность означает, что человек прав и поступает правильно. Руководствуясь желанием быть примером праведности, христианин пребывает в правильных отношениях с Богом и продолжает жить праведно, делая то, чего желает от него Бог. Праведность подчиняется вере. Читаем мы в послании к римлянам в 4 главе 1-3 стиха, 22 стих и 5 глава стих 1. Когда человек приходит к вере в Бога и исполняет Божьи повеления, он создается в праведности. Читаем мы в послании к Ефессиным 4 глава 23 и 24 стихи. Сердце, исполненное праведности, помогает ему сохранить должное влияние, потому что он хочет быть правильным и поступать правильно. Когда он предстает перед нравственным или этическим выбором, праведность напоминает ему, что нужно спросить себя, правильно ли это перед Богом, правильно ли это делать. В-третьих, следуйте истине. Христианин показывает должный пример, потому что следует абсолютной истине. Мир пользуется ложью и обманом. Нечестивые не хотят принять тот факт, что истина абсолютна. Знающие Бога признают, что истина существует и что она неизменна. Христианин должен быть последовательным в своем влиянии. В противном случае он не следует истине. Многие готовы следовать истине, пока она удобна и не обременительна. Порой, когда люди начинают понимать, что Божья истина несовместима с тем, что они хотят делать, они срываются, и только христианин внимательно и постоянно следующий истине оказывает на окружающих благочестивое влияние. Теперь, когда вы стали христианином, вы обязаны становиться светом и солью для мира. Пользуйтесь своим добрым влиянием, помогая другим понять Слово Божье и исполнить Его повеление. Как осуществить это? Благостью, праведностью, исследованием истиня во всех ваших решениях и поступках. Далее, в Ефесианом 5 главе 10 стихе говорится о том, как же это осуществить. Здесь написано «Испытывайте, что благоугодно Богу». Обязанность христианина подавлять ложный пример озвучена в 5 главе 8 стихе. Теперь нам говорится, как это делать. Представ перед необходимостью выбора, мы должны выбирать то, что наилучшим образом подходит детям света. Слово, которое Павел употребил для описания того, как христианин делает тот или иной выбор, переведено глаголом «испытывайте». Этот греческий термин в современном переводе переводится глаголом «старайтесь», а в других местах «избирает» или «изберет». Это Римлянам 14, 22, 1 Коринфянам 16, 3 стих. Христианин хранит свое доброе имя, старательно обдумывая, взвешивая и испытывая решения, чтобы определить, каких действий от него ожидает Господь. Вы должны научиться оберегать свое христианское влияние. Библия дала вам познание Божьей абсолютной истины. Однако следует помнить, что Божье Слово учит принципам, оно не освобождает вас от обязанности обдумывать ситуацию и делать благочестивый выбор. Вам придется принимать решения относительно того, что делать, что говорить, как одеваться, куда ходить и с кем общаться. Почему? Да потому что от таких решений зависит ваше влияние. Вы больше не ходите во тьме. Теперь вы дети света, и ваши решения будут определять, какое влияние вы будете оказывать на других. Решения вы должны принимать не для того, чтобы понравиться себе или людям, как сказано в Галатам 1 глава 10 стих, но чтобы угодить Господу. Мы прочтем 2 Коринфянам 5 глава 9 стих. «И потому ревностно стараемся, во дворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными». Филиппийцам 4.18. «Я получил все, и избыточествую, я доволен, получив от Ипофродита посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу». Колоссиным 1 глава 10 стих. «Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Вы должны поступать, как дети света, потому что вы знаете, что, делая так, вы угождаете Богу». Далее, в 11 и 12 стихах 5 главы послания к Ефессиным Павел говорит нам о том, что в этом всем будет присутствовать также и борьба. Мы читаем «И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить». Не всегда легко сохранить свою репутацию. Сатана будет делать все возможное, чтобы убедить вас избрать то, что может скомпрометировать вас в глазах других. Вот почему Павел призывает христиан избегать определенных людей и дел. Эти же мысли мы находим в 1 послании к Коринфянам, 15 главе 33 стихе. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Об этом же можно прочесть в 1 послании Тимофею, 6 глава стихи из 3 по 21. «Влияние христианина должно быть достаточно сильным, чтобы оно могло обличать тьму греха. Слишком много христиан хранит молчание и позволяют темным делам греха оставаться безнаказанными. Грех настолько дерзок, что даже самые постыдные дела часто обсуждаются публично, без единого слова осуждения. Дерзость греха часто устрашает христианина, и тогда его влияние ослабляется молчанием. Эту робость нужно в себе преодолевать, ибо, как пишет Павел, «дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа. 2 Тимофею, 1 глава, 7 и 8 стихи. Одно из самых больших искушений для христиан кроется в общении с теми, кто может скомпроментировать их репутацию. Христианин обязан держаться подальше от дел, который ассоциируется с тьмой, а не со светом. Тьма чувствует себя неуютно, когда ее выводят на свет. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 19 и 20 стихе, мы читаем. «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы, ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы». «Христианин только погубит свою репутацию, если решит участвовать в делах, о которых стыдно и говорить». «Став христианином, вы вступили в борьбу между светом и тьмой. Примите твердое решение оставаться сильными и не бояться тьмы, когда сталкиваетесь с нею. Пусть ваш свет сияет», — рассказывает историю об одном молодом человеке, который пошел служить в армию. Он привык каждый вечер читать Библию и затем склоняться в молитве. В свой первый вечер в казарме он не знал, как поступить. Вокруг были солдаты, которые ругались и рассказывали пошлые анекдоты. Он знал, что они высмеют его, если он будет читать Библию и молиться. И он решил тихонько выйти из казармы, найти укромное местечко и там почитать и помолиться. Но затем он вдруг осознал, что Бог не одобрит такое решение. И тогда он спокойно пошел к своей кровати, сел, открыл Библию и помолился. В казарме наступила тишина, и все глаза устремились на него. Потом, конечно, кто-то поднял его насмех, кто-то попытался передразнить. Но молодой человек решил не сдаваться. На следующий вечер он сделал то же самое, и насмешек было уже меньше. Спустя полгода уже и другие читали Библию и молились перед сном. Через какое-то время самые язвительные насмешники уже были готовы драться за него, потому что прониклись к нему уважением. Да, в нашу жизнь придет борьба, если мы будем избирать лишь то, что угодно Господу. Не допустите, чтобы эта борьба ослабила ваше влияние. Далее в 13 и 14 стихах мы находим мысль об энергичности. Послание к Ефессиным, 5 глава, 13 и 14 стихи. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть. Посему сказано, «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Влияние христианина должно способствовать просвещению других в истине, праведности и благости. Христианин не должен молчать, потому что обязан быть силой в обществе. Соль и свет были бы бесполезными, если бы не могли воздействовать на свое окружение. Благочестивое влияние должно быть энергичным, решительно обнаруживать зло и будить спящего, то есть неподозревающего, что он участвует в греховных делах. Христиане могут обрести чудесное удовлетворение в том, что своим влиянием они умножают в мире добро. Теперь, став христианином, вы обладаете фантастическим влиянием, своим выбором относительно того, куда ходить, что делать, как говорить и как выбирать приятелей, вы показываете живущим во тьме благословение жизни во свете. Ваш пример, свидетельствующий о твердой вере в Бога, привнесет радость и благодарение в жизнь многих людей, о чем мы читаем в первом послании Тимофею, первая глава со второго по десятой стихи. В отрывке, который мы сегодня изучали, Ефесиным, пятая глава, стихи с восьмого по четырнадцатый, содержится предостережение для христианина. Вы должны сохранить свое влияние на людей. Особенно о необходимости следить за собой в этом плане говорит стих шестнадцатый. Живя легкомысленно и небрежно, вы можете утратить свое влияние на мир. Дорожа! Христианин, который не заботится о своей репутации, попадет в неловкую ситуацию. Эту трагедию иллюстрирует комическая история, произошедшая в тридцатых годах двадцатого века с одним американским профессиональным боксером, которого звали Блэлок. Его имя не так широко известно, как имена других профессиональных боксеров, но то выступление Блэлока на ринге запомнилось навсегда. Блэлок вышел на ринг с другим боксером, и поединок начался. В этом матче произошел самый странный случай в истории бокса. Блэлок размахнулся, чтобы ударить своего противника, но тот увернулся от удара. Блэлок промахнулся и вместо противника ударил себя. Все зрители стали свидетелями того, как Блэлок зашатался и упал. За всю историю он стал единственным профессиональным боксером, который уложил самого себя в нокаут. Как трагично, когда по вине самих христиан их собственные решения наносят удар по их же репутации, как в случае с Блэлоком. Некоторые избирают такой образ жизни, при котором их благотворное влияние утрачивает свою силу. Это может случиться, если человек не держит себя в руках, употребляет грубые или бранные слова, не контролирует эмоции, ставит перед собой мирские цели и совершает всевозможные другие недопустимые вещи. Не забывайте, что, став христианином, вы освящены как Божий удел, и поэтому вы должны демонстрировать благость, праведность и истину. Помните, какую опасность стоит в себе жизнь, не способная оказывать благотворное влияние на окружающих. Прочтем первое послание к Коринфянам, 9 главу, 26 и 27 стихи. «И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Благодаря своему христианскому влиянию вы можете помочь другим увидеть свет Божьей истины. Ваш добрый пример может вывести другого человека из тьмы греха. Критически оцените ваше личное влияние. Кто, благодаря вашему примеру, отправится на небеса? Все слайды с уроками можно найти на приложении «Капли Сота». Там добавляются регулярно новые уроки. Продолжение следует...